Объединение как шанс сохранить традиции. Пограничники набережных Челнов собираются не только 28 мая. Они круглый год устраивают интересные мероприятия и дружат с семьями, абсолютно не разделяя, кто в каком году и где именно проходил службу. На этот раз местом встречи стала спортплощадка. Почему они вместе играют в футбол, для чего пригласили альметьевцев и почему так важна дружба товарищей по оружию в мирное время, расскажем прямо сейчас. 6 на 6 по 20 минут. Схема упрощенная, но и на поле не профессионалы. Челнинцы пригласили пограничников из Альметьевска помериться с силами на футбольной площадке. Гости в темной форме, на площадке смотрятся слабее, из очевидных причин меньший состав. Игроков просто некем заменять. А все потому, что процесс объединения у альметьевцев только начался. Прежде они встречались лишь раз в году на профессиональный праздник. Это третья наша игра. Нас пригласили пограничники Силунов. За это большое спасибо, конечно, за приглашение, за радушный прием. Командный спорт выбран не случайно. Ведь именно он имеет удивительную способность сближать людей. А физическая нагрузка – приятный бонус для организма. Но вот ради чего нужно это самое объединение – другой вопрос. В первую очередь это все-таки преемственность поколений. То есть мы играем пока, например, своим детям, сыновьям, своим близким, что все, что позитивно, то развивает наши взаимоотношения. Поэтому я очень благодарен, что ребята из города Альметьевска приехали. Наши, по-противу, можно сказать, товарищи по оружию. Челнинцы намерены и впредь заряжать своим настроем военных запаса. Постепенно они расширяют географию турнира. Так на прошлых выходных выездная игра прошла в Елабуге. Теперь в планах встречи с нижнекамцами. Но и это не все. Также мы хотим поиграть в футбол с военнослужащими из всех родов войск, которые живут в набережных Челнах. То есть это десантники, моряки, морпехи, спецназовцы, связисты, автомобилисты. Всех-все-всех. Хотим с ними поиграть в футбол и помириться с Елами. Желающие откликнуться на призыв могут связаться с пограничниками, к примеру, в их группе ВКонтакте. Причем вовсе не обязательно ограничиваться футболом. Уже сейчас челнинцы рассматривают перспективы турниров по волейболу, баскетболу и даже пейнтболу. Катерина Карцева, Ильнар Мустафин. Рендовые набережные Челны.